Здравствуйте, Шавуатов, Агутевох, хорошей недели. У нас курс «Смысл заповедей», и сейчас у нас вторая лекция по этому курсу. И я решил, что мы разберём смысл заповеди празднования Рожошона. Я, когда говорил в курсе лекции молитвы, первый или второй курс, который я сдавал в этом эфире, то мы коснулись смысла этой заповеди, но я не помню, что я говорил и что не говорил. И решил, что Рожошон имеет смысл, чтобы это попало вот так вот вместе с Шафаром, чуть-чуть подробнее. И это будет частично связано с продолжением смысла заповеди трубления в Шафар. Я начну этот урок с такого вопроса, с которым в Танахе обратились к Нехамии, пророку Нехамии, евреи. Пророк Нехамия – это был пророк вместе с Эзрой, приехавший, вернувшийся из Галута в Бавель, который длился 70 лет после разрушения первого храма. И Эзра и Нехамии – это два человека, которые возглавили народ Израиля, который вернулся в Эрецисрой, в землю Израиля, для того, чтобы построить второй храм. И во время построения второго храма к Нехамии, это было уже после построения, к Нехамии пришли евреи и задали такой вопрос. Приближается день Рожешана. Рожешана – это день, который называется Йома-один, день суда. Как нам надо отметить Рожешану? Нехамии должен был ответить, что они должны сделать. Новый год. Им надо поставить ёлочку, им надо одеть праздничные одежды, или им надо одеться в траурные одежды, то есть мешковину, и сидеть в посту. Это вопрос, который задали евреи. С ёлочками они не стали задавать вопрос, а вот остальные две части, у них был вопрос. Как правильно себя вести? Надеть праздничные одежды и радоваться, как в праздник Суккот, праздник Пейсах и так далее. Или же, поскольку это Йома-один, день суда, и Всевышний судит народ Израиля, то надо вести себя так, как ведут себя во время суда, то есть так же, как в Йом-Кипур – поститься, одеть мешковину и так далее. Ответ на этот вопрос, на самом деле, содержится в Шульханурхе. В Шульханурхе «Пасакла Галаха». Что такое Шульханурхе, я надеюсь, что все знают, но тем не менее. Книга «Законах еврейской жизни», которая написана Рафиосиф Каро. Рафиосиф Каро пишет, что в Рожешану в Новый год евреи должны одеть свои одежды, которые посвящены празднику, радоваться, веселиться, есть, пить вино, и пребывать в уверенности, что «Анахнуйцим» за Каим Водин, что мы будем удостоены в суде. Но люди, которые хотят отметить этот день как день траура, как день суда, они имеют полное право, полное право одеть мешковину и находиться в посту, и не есть целый день. Обычно в праздник Йомтов нельзя кушать, нельзя поститься. В этот Йомтов нет запрета поститься, и человек, который хочет, то он может провести Рожешану как пост. То есть, Шульханурах не дал однозначного ответа на этот вопрос, хотя привел ответ общий для Клава Исраэля, для всего Амисраэля, это праздник, и люди должны радоваться и веселиться, и быть уверены, что «Анахнуйцим» за Каим Водин, что мы удостоимся благополучного исхода этого судебного процесса. Окей, это кусочек из Медраша, который почти полностью приведен в Шульханурухе, а теперь попытаемся немножечко вникнуть, что здесь происходит. На прошлом уроке я рассказывал про рабе Акива, который был казнен римлянами, его разорвали на части крюками, и когда Маширабейну задал вопрос «Зэта раба зэсхара, это тора, это за нее награда», то ответил ему «Всевышний шток кахалала рацани, замолчи, так мне захотелось». То есть Маширабейну не понимал, почему рабе Акива должен был умереть именно такой смертью, он считал, что это неверно, что должна была другая быть награда, Всевышний ответил, что ты не можешь получить на этот вопрос ответ, даже Маширабейну, через которого была дана вся тора, не мог полностью понять судью рабе Акива, безусловно, он понимал, мягко говоря, несколько больше, чем мы с вами можем понять, но, тем не менее, Маширабейна до конца знать, почему рабе Акива должен был умереть этой смертью, не мог, и это осталось известно Творцу, и это невозможно понять человеку. Но то, что нам сказано, что это был то мгновение, когда Всевышний судил рабе Акива атрибутом суда, и даже рабе Акива не может выдержать, когда его судят атрибутом суда. Это мы обсудили на прошлом занятии. Теперь пойдем немножечко дальше. Тоже мы обсуждали на прошлом занятии, для того, чтобы обсудить, частички, по-моему, обсуждали, я сейчас засомневался, Белама, который умел выбирать момент, обсуждали. Белам умел выбрать нужный момент, и один из комментариев, который нам сейчас нужен, комментарий, который говорит Геморова, говорит, что нужный момент, который он мог выбрать, это то мгновение в роже Шана, которое бывает только в роже Шана, когда Всевышний управляет миром только атрибутом суда, и другой атрибут в это время находится в отгуле, он не работает, и только атрибут суда участвует в управлении миром. То есть тот самый атрибут, из-за которого рабе Акива было разорвано на счастье крюками, этим атрибутом нас будут судить через три недели в роже Шана, и Нехамия ответила так по Сакшу Ифанорух Амисраэлю, что вы должны одеть праздничные одежды, есть, веселиться и быть уверены, что вы яцим за Каим Бадин, что вы удостоитесь в суде. Вопрос, который я задаю, очень простой вопрос. Те, кто меня слушают, включая меня, который говорит и не слушает, откуда у нас может быть уверенность в том, что мы будем за Каим Бадин, в том, что мы выиграем судебный процесс, если рабе Акива, когда его судили Бомедад-адин, получил наказание смертной казни. Чем мы так отличаемся в лучшую сторону от рабе Акива? Как можно дать псаг народу Израиля, Нехамия дал этот псаг, эту халаху, что мы должны одеть одежду, веселиться и быть уверены, что мы за Каим Бадин. Мехи Тейси, откуда это можно взять? Вопрос понятный, вопрос на поверхности, на первый взгляд. Медраж продолжает. Я первый раз, когда привел медраж, специально, чтобы не сказать, чтобы задать свой первый вопрос, я специально не закончил медраж. Медраж заканчивает словами. Так же, как яца за Каим Бадин, Адам решен. Так же, как удостоился в суде первый человек. Просто, чтобы задать свой вопрос, я не хотел закончить этот медраж. Теперь я его заканчиваю. И теперь им надо понять, при чем здесь первый человек, что значит, что он достоился в суде и так далее. Есть такое правило, которое я регулярно использую, если у меня есть такая возможность, конечно, что когда мы рассматриваем то, что происходит с Амисраэлем, с народом Израиля, то праздник, любое другое событие, которое происходит, мы должны увидеть это событие так, как оно описано первый раз, когда оно встречается в истории человечества, то есть в Торе. И проанализировав то, как оно описывается в Торе впервые, мы можем понять, что означает это событие. Давайте подумаем. Например, когда мы рассматриваем Тишебиаф, то нам надо увидеть первый Тишебиаф, который был во время, когда разведчики вернулись из Элицесроэль, и через разведчиков мы можем понять корень Тишебиафа. Здесь нам надо увидеть первый Рожа Шона, первый Новый Год, который употреблялся, упоминается в Торе, и поняв, как Рожа Шона празднуется в Торе, что такое Рожа Шона Торы, первый Рожа Шона Торы, мы сможем понять суть Рожа Шоны. Есть такая гемора, которую я периодически привожу в трактате Шаббат, которая говорит, что человек, или в Брохос, или в Шаббат, не помню, что человек, который увидел во сне букву Тет, девятую букву алфавита, то он, это хороший знак для него, потому что с буквы Тет начинается слово ТОВ. ТОВ – это слово «хорошо». Если он увидел букву Тет во сне, то это хорошее Симана. Спрашивает Гаун Мивильно, что с буквы Тет начинается много других слов, не только слово ТОВ. Слово ТОВА «утонул», например, тоже начинается с буквы Тет, это не самое хорошее слово. Почему, если человек увидел букву Тет, то это значит ТОВ «хорошо», а не ТОВА «утонуть». Отвечает Гаун, потому что впервые в Торе буква Тет образовалась и была упомянута в тот момент, когда появилась буква Тет в слове ТОВ, когда сказано «увидел Всевышний свет», что он хорош. Сказана буква Тет. Поэтому первое событие, которое употребляется с буквой Тет в Торе, это то, что показывает нам суть этого события. Первый Рожа Шона, который упомянут в Торе, это творение мира. Во время творения мира, шестой день творения мира, пятница, которая была во время творения мира, шести дней творения, это Рожа Шона. Поэтому, проанализировав то, что произошло в Рожа Шона, первый Рожа Шона, мы можем увидеть суть Рожа Шона, которая будет на все годы. Понятно, что то же самое влияние, которым Всевышний влиял на мир, в первый Рожа Шона, подобное этому влияние будет на Рожа Шона каждый и каждый день после творения мира. В Рожа Шона, шестой День Творения, был создан Адам, Адам был разделен на Адама и Хаву, Хава и потом Адам ели от дерева познания добра и зла, и Хава и Адам получили наказание от Всевышнего. Это был первый Дин, первый судебный процесс, который упомянут, начиная от сотворения мира, судебный процесс, который был у Адама и про которого Медраж, приводя слова Нехами и Анави, пророка Нехами, Медраж говорит, что мы должны есть, пить, надевать праздничные одежды и быть уверены, что мы удостоимся в суде так, как удостоился Адам и Хава. Теперь нам осталось только понять, в чём именно победили в судебном процессе, выиграли судебный процесс, получили, не знаю что, как что называется выиграть судебный процесс на суде со Всевышним, я не знаю, но в чём именно удача судебного процесса Адама и Хава. Давайте вспомним и пытаемся понять, чему мы должны радоваться. Адам ест от дерева познания. После этого он получает определённые наказания. Первое. Это даже не наказание, а просто изменение всего мира, который претерпел мир в тот момент, когда Адам и Хава перекусили и ели от дерева познания добра и зла. Изменение номер раз. Это то, что Ецергора, которая вначале находилась наружи, теперь она стала находиться внутри. То есть изменение, которое произошло, это изменение связано с тем, что Ецергора, дурное начало, стремление к человеку, к вирот, к преступлениям, оно является теперь сутью человека. Это, я бы сказал так вот на хорошем русском языке, Азохан Вей выиграл судебный процесс. Второе наказание, которое произошло. Адам выгнан из Ганедана. То есть если раньше он находится в состоянии Ганедана, то есть состояние, которое настолько приближено ко Всевышнему, что мне трудно подобрать слова на русском или на иврите или на любом другом языке, чтобы описать это состояние. По нескольким причинам. Во-первых, никто из нас этого не понимает, это невозможно понять. Это мог понять только Адам Орешён, который был в обоих состояниях. Во-вторых, те описания, которые я читал, они очень трудно переводимы на человеческий язык. Они связаны с терминологией. Но суть этого сводится к тому, что мир, который был создан изначально Всевышним, он был создан, я об этом неустанно повторяю, незавершённым, несовершенным, нецельным. То есть в нём было некоторое гафрада – отделение мира от Творца, которое было сделано Всевышним специально для того, чтобы человек, который был создан в этом мире, мог соединить этот мир со Всевышним и мог путём исполнения тора и заповедей сделать некоторое соединение и воссоединение, восполнение мира, который несовершенен. После того, как Адам ест от дерева познания добра и зла, несовершенство этого мира, оно вырастает в энную степень. Описать совершенно невозможно. Ганедан – это предел того совершенства, с которого был создан мир. То есть над Ганеданом есть ещё много слоёв, которые мы не будем сегодня обсуждать, большего шлемута, большего совершенства. Но это то, что нам сегодня понять практически невозможно, потому что даже шлемут Ганедана нам понять очень трудно. Но человек лишается вот этой целостности, и человек лишается своей мадреги, своей ступени, которая заключается в нахождении в Ганедане. И Адам решён, и Хава выгнаны из Ганедана и сделаны так, что они не могут туда войти, и мы с вами тоже не очень можем, как мы заметили, наверное. Это второе, что произошло. Третье. Адаму сказано, что ты становишься смертным. Если раньше он был изначально, должен был вечно, и вечно совершенствовать себя и вместе с собой весь мир, то теперь ты становишься смертным, и твоя возможность служить Гошему, она ограничена во времени. Причём, по сравнению с бесконечностью, я думаю, вы понимаете, что 70 лет или 100 лет жизни, 20 лет жизни, или 1000 лет жизни, по сравнению с бесконечностью, это всё одинаково мало. Адам становится смертным, то есть он практически умирает практически сразу, всего через 930 лет. Это очень мало. И последнее. В поте лица будешь зарабатывать свой хлеб. То есть раньше, если Адам был свободен, и он, малахея ашерет, ангела служения, кормили его, поили его и так далее, то теперь Адам переходит в новую ступень, когда он должен для того, чтобы покушать, попить и так далее, должен произвести некие действия, заработать и так далее. Хава получает несколько других проклятий. Я думаю, что мы имеем право объединить Хава и Адама вместе и назвать это общими проклятиями, которые получил человек. Это тяжёлая беременность, тяжёлые роды, тяжёлое воспитание детей и так далее. То есть самые естественные вещи, для которых Хава была создана для рождения, воспитания детей, беременности и так далее, теперь для неё становится клалой. Если раньше это было браха, теперь это тоже остаётся браха и благословление. Когда женщина рожает, и обычно говорят Мазальтов, правда, обычно после рода. Но сегодня этот процесс, который нормальный, тивишный, я не знаю, как это сказать, природный процесс, который не выходит за рамки законов природы, а просто то, что постоянно существует, это становится частью проклятия, которое получил человек. Об этих проклятиях, которые я только что назвал, говорит Нехамия Нави, что вы получите, выиграете судебный процесс, удостоитесь в нём, так же, как Адам и Хаву удостоились в своём судебном процессе. Как можно про Адама и Хаву сказать, что они выиграли свой судебный процесс, когда на первый взгляд всё, что можно было, они потеряли? Они потеряли свою ступень, они стали совершенно другими, мир перешёл в другое состояние, они стали смертными, мучатся и так далее, и так далее. Как можно после этого говорить о состоянии, которое называется выиграть судебный процесс? Таким образом, вопросы, которые я сформулировал, больше я, наверное, не буду формулировать сегодня, скорее всего, это два вопроса. Во-первых, на что мы с вами можем рассчитывать, если даже раби Акима не мог выдержать в Медад-Аддин меру суда, и почему мы так уверены в том, что мы за Каиб-Аддин, мы достоимся в суде, это вопрос номер раз. И вопрос номер два, это вопрос о том, почему мы уверены, это потому, что Адам Аришон, Яцаза Каиб-Адин. Где мы видим, что Адам Аришон, Адам и Хава вышли удостоившимся, выигравшими этот судебный процесс, оправданный, о, я подобрал слово по-русски, оправданный в этом судебном процессе, когда, на первый взгляд, вся Парша, весь отрывок рассказывает исключительно о наказаниях, которые получили Адам и Хава. Это два вопроса, которые у нас заданы, и постепенно попытаемся построить урок ответами на эти два вопроса. И я надеюсь, что через них мы начнём лучше понимать, что такое Рожешона. Прежде чем отвечать на эти вопросы, я хочу вам рассказать о Минхагим, обычаях, которые есть в Лайла Рожешона. У нас есть одна митсва, история, которую мы обсуждали в прошлый раз, трубление в шафар, когда мы днём в Рожешоне говорим ту и ту-ту-ту-ту-ту и так далее. И кроме этого, у нас есть обычаи Рожешона, которые очень хорошо владеют в основном дети и женщины, мужчины значительно хуже владеют информацией. А именно, в первую трапезу Рожешона надо есть то, что называется симоним. Это написано в Геморе, несмотря на то, что, естественно, это не самая важная часть Рожешоны, но, тем не менее, это Минхаг, обычай, который взят ещё со времён Гемора, который состоит в том, что вместо того, чтобы окунать хлеб в соль, как мы делаем весь год, мы окунаем его в мёд, после этого мы берём яблоко, окунаем его в мёд и говорим, и ирацон будет угодно перед Всевышним, чтобы этот год был, шана тавау метука, год сладкий и так далее. После этого мы берём гранат, едим гранат и говорим, что будет угодно перед лицом твоим Всевышним, чтобы наш исхуёт, чтобы наших заслуг было столько же, сколько зёрнышек граната. Кто-то мне сказал от имени Рафицка Кзильбера, я от Рафицка какого-то не слышал, Зикрон Левроха, но кто-то мне сказал, что он считал в гранате есть 613 зёрнышек по числу заповедей Тора. После этого два человека, которые я знаю, взяли разные гранаты и посчитали количество зёрнышек, оно никак не совпадает с 613, может быть, в каком-то гранате есть, в каком-то нету. Естественно, что это не имеет никакого значения. Не знаю, есть или нету мидраж, который говорит о том, что в гранате должны быть 613 зёрнышек, но просто, чтобы было понятно, о чём идёт речь. Сегодня, путём генной инжевии и всякой прочей научно-технической революции и так далее, и так далее, гранаты уже совершенно не те гранаты, которые были когда-то. Я приведу вам простой пример. Нет ни одного места в Вавилонском Талмуде, где написано про арбузные косточки, являются они муксой в шаббат или нет. Можно их носить в шаббат или нет. Такого места в Талмуде нет. Я случайно обнаружил это место в Талмуде Иерушалме, Иерушалме, Иерусалимском Талмуде, и очень гордый собой, так что нос где-то там высоко задрался, что я аж в Талмуде Иерушалме нашёл это место, спросил за субботним столом кого-то из детей, знают ли они арбузные косточки, являются муксой в шаббат или нет. Ответ, который я получил, был совершенно потрясающий. Дети задумывались, один из которых постарше сказал, «Абба, папа, ты знаешь, в арбузе нету косточек». Я понял, что мы живём немножко в другом мире, я-то хорошо помню астраханские арбузы, в которых они были, во-первых, очень вкусные, а во-вторых, там действительно было много косточек. Я сообразил, что в современных израильских арбузах есть одна-две косточки. А потом я наблюдал в России арбузы, которые сделаны уже не круглыми, а продолговатыми или псовидными, потому что так их помещается больше в вагоны, легче перевозить. А совсем недавно я узнал, что в Израиле есть такая проблема, мосты имеют определённую высоту, 90% мостов имеют определённую высоту. Меня попросили упоминать название трактата, о котором я говорил. Ирушалми, который, я говорю, находится в трактате Моасер. Десятины. Окей, так вот, дав я не помню, даже если меня попросили более подробно, я просто не помню, естественно. Так вот, я был на уроке Раф Зарийского, вернее, он был у нас в Вишиве на уроке, давал урок по поводу кашрута. И рассказал такую историю, что мосты Израиля, я не помню, какой высоты, но все мосты примерно сделаны по ГОСТу, примерно одинаковой высоты. И при перевозке кур помещается грузовик, на который помещается 9 рядов кур по росту. И это очень нерентабельно возить, получается, мало кур. Сделать мосты выше, надо разрушать старые мосты, поэтому это неудобно. Естественно, никто этого делать не будет ради курятника. Поэтому они вызвали инженеров, которые занимаются генной инжерией, и за несколько месяцев разработали новый сорт кур, у которых очень короткие ножки, которые все равно никому не нужны. И в связи с этим они сделали 10 ящиков кур вместо 9, просто потому что это более рентабельно. Я это привожу просто как пример для того, чтобы показать, что сегодня, когда мы говорим про гранаты, есть там 613, нету там 613. Я думаю, что если дать задачу генному инженеру, они выведут в сорт гранат, где будет ровно 613 косточек. Это займет какое-то время. Я не знаю, как это делать, это на уровне научной фантастики. Но они это сделают. Но сегодняшние гранаты совсем не напоминают гранаты времен Гемора. Если нормальной гранате должно было быть 613 косточек, то сегодня это уже ни о чем не говорит. Я просто показываю вам, насколько меняется мир. Я еще помню, когда я отдыхал в деревне, и курицы, которые там были, были курочка-ряба, как в книжках. Они были разных цветов. И белых курей было намного меньше, чем разноцветных. В Шульхонорах Мишна Брура пишет, что на Капорос принято обряд перед Емкипором, принято брать белого петушка, но поскольку белых петушков найти почти невозможно, пишет Ховецгайм, Ховецгайм жил чуть больше, чем 100 лет назад. Сегодня другого цвета кур мы уже не можем найти. Есть только белые. Я просто показываю вам, как изменился мир. Поэтому то, что сегодня кто-то пересчитает, они считают в гранате меньше зернышек, ни о чем не говорит. Я к этому. Теперь продвинемся дальше. Мы берем гранаты, говорим, будет угодно перед лицом Всевышнего, чтобы наши заслуги стали как количество зернышек в гранате. Потом мы берем морковку на иврите Гэзер и говорим, будет угодно перед лицом твоим, чтобы икзор на нас, были на нас, икзирот тавот, хорошее распоряжение Творца. И так далее. Много-много иерационов, я не буду их все сейчас говорить, потому что все равно те, кто меня слушает, те, кто знают, знают, а те, кто не знают, не могут запомнить. Они написаны в Макзоре, в молитвеннике Рожешона, их имеет смысл говорить, но это Минхак Баалма, это обычное обычае, это не заповедь. И установлено это, несмотря на то, что это в Геморе написано, установлено это не мужами Великого Собрания, не пророком Нехами, не Эзрой и никому подобным. Почему? Потому что в Рожешона в Новый год просить что-то для себя, микро один, строго по закону, мы это делаем, потому что мы не можем выдерживать, но строго по закону просить что-то для себя от Всевышнего, это не вам один. На первый взгляд, Всевышний сейчас решает, будет у меня большая зарплата или маленькая. Первое, что я должен сделать, я должен попросить Всевышний, дай мне большую зарплату. Если вы посмотрите молитву Рожешона, то Рожешона такой просьбы нету. Ни просьбы о зарплате, ни просьбы о здоровье, ни всего, о чём мы думаем, что это то, что нас записывают в книгу жизни, и действительно, вроде бы как, это основные вещи, в молитве они не включены. Кроме этих иерационов, ещё нескольких мест, которые более поздние ставки, вставки гаоним, которые сделаны как послаблее для наших поколений, которые не в состоянии ничего не попросить. Почему мы ничего не просим в Рожешану? По очень простой причине. Причина заключается в том, что когда Всевышний судит над атрибутом суда, то наша просьба это, мягко говоря, в холостую. Надо быть большим нахалом, чтобы обратиться ко Всевышнему. Когда ты судишь меня строго по закону, дай мне, пожалуйста, здоровье, богатство, долголетие и так далее. Примерно понимая, что постигло рабе Акива, когда его судили атрибутом суда. Поэтому аншейкнессадагдалам, уже Великого Собрания, не вставили это в молитву. Ни одной личной просьбы. В дальнейшем некоторые люди просят, некоторые не просят, на это есть всякие споры и так далее, не буду этого касаться. Но те, кто этого делает, просят, они просят только по одной причине. Потому что мы волнуемся по этому поводу, и это лучше, чем ничего, иначе мы вообще молиться не будем. Если мы этого не попросим, то о чем мы будем просить? Просьба, которая нормальная просьба, это просьба, которую мы сейчас будем разбирать. И попытаемся вернуться к моим двум вопросам. Это предисловие и уже начало ответа на мои вопросы. Вопросы в том, почему Амисраэль имеет право радоваться, веселиться и быть уверенным, что мы не Скаба-Дин. Потому что Захаба-Дин удостоился в суде. Адама решен. Дерри Гагав, заодно меня попросили давать указание. Этот мидраж почти полностью привезен в Мишне-Бруле. Но, в принципе, маккор этого комментария на книгу Нехамии, я не помню, с Форны, есть несколько комментариев, которые это приводят. Окей, двинемся дальше. Нам надо проанализировать ситуацию с Адамом. И понять, почему то наказание, которое постигло первого человека, Адама, это наказание называется, что он удостоился в суде, был оправдан в суде. Попытаемся понять, для того, чтобы это понять, надо понять, что такое наказание. Наказание бывает, начнем с наказания, которое мама наказывает ребенка. Мама и папа должны наказывать ребенка. Человек, который не наказывает, жалеет, кнут, он портит своего ребенка. Наказание – это обязательная часть воспитания детей. Наказания могут быть разные. Совершенно необязательно это должна быть плетка или шашечка и так далее. Это может быть суровый вид, это может быть... Самые разные бы китры наказания могут быть. Но ребенок должен видеть строгость родителей. Почему? Я приведу вам пример из жизни собственной семьи. Дерри Гагав. Заодно. Не всегда надо наказывать ребенка. Наказание должно быть построено для того, чтобы ребенок делает какую-то вещь, которую ему нельзя делать, например, потому что она опасна для него. Если ему не объяснить, что это опасно, а объяснить ему невозможно, потому что он ребенок. Если он не увидит, что опасно, потому что мама, папа сердятся, дерутся, что-нибудь такое, кричат. Если он это не увидит, то он может вернуться. Это может привести к тому, что он выпадет из окна, попадет под машину. Понятно, о чем идет речь. Например, ребенок регулярно открывает окно, садится на подоконник, свешивает ноги вниз и играет в Карлсона. Это немножечко может оказаться опасно, если они живут на 12 этаже. Поэтому родители обязаны объяснить ребенку, что этого нельзя делать, и объяснить на том языке, на котором этот ребенок может понять. Если необходимо, то это ремень, если необходимо, то это строгий голос, покрасить пальцем. Каждый сам понимает, что это зависит от ребенка, от мамы и от отношений. Очень-очень много вариантов могут быть. Но есть ситуация, когда наказать ребенка – это совершенный абсурд. Я не говорю, что родители этого не делают, но это совершенный абсурд. Возьмем пример. Ребенку несколько раз мама объясняла, что утюг трогать нельзя. Ребенок находится в том возрасте, когда он не понимает, что есть разница, проводок торчит в розетке или не торчит в розетке. Он все время лезет к утюгу, потому что что-то интересное, мама им играет, он тоже хочет поиграть утюгом, поиграть в маму и погладить что-нибудь. Много раз ему было сказано, что это нельзя, пытались наказать, не получилось. Ребенок взял и дотронулся до утюга. Это было с моим сыном. Он взял и положил утюг к себе на руку во время, когда позвонил телефон, во время, когда мама гладила. Мы уже к этому моменту имели некоторый опыт общения с ожогами, поэтому моя жена даже мне не позвонила, я не говорю к врачу. У нас в морозилке лежала мазь против ожогов, она прекрасно обработала, все хорошо, хотя, как она рассказывала, там на пальцах были даже кости видны в тот момент, там был ожог очень глубокий. Сейчас почти следа не осталось, ребенка уже за 20 лет, за время пути собачка могла подрасти, все хорошо. После этого наказать ребенка за то, что он играет утюгом, это абсолютная чушь. Не потому что он уже наказан, а потому что он уже понял, по какой причине утюг нельзя трогать. Он провел лабораторные испытания. Поэтому теперь наказание абсурдно. То есть, наказание, которое делает человек, это наказание, которое нужно для того, чтобы тот, кто делает какие-то вещи, не вернулся к ним, не делал его и рот, и так далее, не делал преступления и тому подобные вещи. Либо это предохранение от опасности, это может быть самые разные варианты. Наказание, которое дает нам Всевышний, это совершенно другая вещь. Никак не похоже на наказание, которое дают родители. Поэтому надо увидеть разницу и понять смысл наказания, которое дает Творец. Для этого обсудим такой момент. Человек создан в этом мире для того, чтобы тот изъян, который изначально сделал Всевышний, в отношении между миром и Творцом, то есть, то несовершенство в состоянии мира, которое есть из-за того, что скрыто лицо Всевышнего в этом мире, оно всегда будет скрыто, но сокрытия бывают разные. Это сокрытие человек должен ликвидировать. Любая авейра, любое преступление, которое делает человек, оно увеличивает это сокрытие. Понятно, что авейра, которую сделали Адам и Хава, увеличивает сокрытие лица Всевышнего больше, чем 20 человек евреев сегодня сделают какую-то авейру, просто потому что мы не можем сделать то, что сделал Адам и Хава. Мы намного ниже, поэтому у нас амплитуда намного ниже. Адам мог исправить намного больше и испортить намного больше. Мы, к счастью, испортить можем очень ограниченно, но мы пользуемся ограничениями и портим всё, что можем. Но, тем не менее, наказание, которое даёт Всевышний, это исправление того бгама, того изъяна, который сделал человек. То есть, в тот момент, когда человек сделал какую-то вещь, наказание, которое он получает, это не просто «я дам тебе по одному месту за то, что ты так плохо себя ведёшь». Это начало, текуно, исправление туавейра, которое сделал этот человек. Как это работает, я сейчас подробно рассказывать не могу. На эту тему есть целое несколько глав в книге «Нефишерхайм», написанной на Воложене. То, что мне нужно, я сейчас хочу взять и использовать. Адам и решён, когда он ел вместе с Хавой от дерева познания добра и зла. Мы видим, что то, что произошло в мире, это изменение, сокрытие лица Всевышнего. Они это делали специально, я говорил на эту тему, что у Адама и Хава была кавана намерения, как изменить мир. Они хотели сокрыть лицо Всевышнего намного сильнее, для того, чтобы во время сокрытия лица Творца, сразу же после этого, у них была бы большая функция в освящении имени Всевышнего. Почему? Потому что чем темнее место, где мы находимся, тем больше можно осветить имя Творца. Это кеду-жа-шем, освящение имени Всевышнего, которое они хотели сделать, это Авейра-лишма. Результат этой Авейры мы с вами видим. Авейра – преступление, которое сделано во имя небес. Результат этой Авейры нам бросается в глаза. Это то, что если раньше Яцергора была внутри человека, то теперь она находится, извините, снаружи человека, то теперь она вошла внутрь. И теперь, когда человек думает, я хочу и я делаю, то это означает… Это и есть Яцергора. Первое «я», которое приходит ко мне в голову, это и есть моя Яцергора. Раньше было совершенно иначе. Яцергора, то есть нахаж, змей, говорил с человеком снаружи, теперь он находится внутри. Это то изменение, которое претерпел человек и вместе с ним претерпел весь мир. Теперь давайте анализировать такую ситуацию. Человек находится в Ганедоне, он находится на всём готовом. Я беру самую нижнюю, на куду самый нижний аспект понимания, что такое Ганедон. Это настолько низко, что об этом, может быть, не стоило бы говорить, но это единственный вариант, аспект, который мы понимаем хорошо, поэтому я с него начинаю. Есть Гемора Мишна в трактате «Ксубот». Нарократ посвящен денежным договорённостям и взаимоотношениям между мужем и женой, которые делаются во время свадьбы и после свадьбы, что муж обязан по отношению к жене и что жена обязана по отношению к мужу. То, что я сейчас хочу сказать, это обязанности мужа по отношению к жене. Я специально не буду говорить о том, какие конкретно они, потому что сегодня это будет звучать просто смешно. Например, о том, какое количество пряжи должна прясть жена в доме, когда она сидит дома и так далее. Я думаю, что сегодня у нас есть мало женщин, которые придут. Вот недавно кто-то из молодых еврохим, молодых женатых ребят, спросил меня, что вот есть обычай женщины не работать в Рошходыш в Новый месяц. Некоторые работы женщины не делают. Есть разные обычаи. Он спросил, вот самое строгое, что женщине запрещено делать в Рошходыш? Что стопроцентно не запрещено? Я сказал прясть. Честно. Мне кажется, что это настолько маловероятно, что сегодня у нас будут спящие красавицы, которые будут сидеть. Нет, спящие красавицы у нас будут. Я имел в виду, что прясть они не будут. Что поэтому это не та проблема, которая должна нас волновать. Поэтому я не буду преть называть, о каких работах идёт речь. Но женщина, любая жена обязана делать 7 работ в доме, которые связаны с мужем. Что делает муж, меня сейчас не интересует. Он тоже много чего должен. Но она должна делать эти 7 работ. Говорит Геморрош, что если она привела одну служанку, то это освобождает от каких-то двух работ. Две ещё от каких-то работ. Но, говорит Геморрош, что если она, то есть служанка будет делать эти работы, она другие. Но даже если она привела 100 служанок, которые обслуживают дом полностью, есть некоторые работы, которые она должна делать. 2-3 работы. Например, стелить постель для мужа и для себя и прясть. Прясть она всё равно должна. Прясть, я правильно понимаю? Я путаю слово прясть и ткать. Для меня примерно одно и то же. И то, и другое, я не знаю, что такое. Ткасть – это уже когда нитка готовая сплетать нитки, а прясть – это делать нитки. Так вот, я не помню, что из этого она должна делать в любом случае. Я извиняюсь, но поскольку я не понимаю, о чём идёт речь, то я легко забываю. Но! Секундочку. Вопрос действительно не совсем связан с тем, о чём я говорю, сейчас мне пришёл. Если у меня останется время, я напомню. Но я просто хочу успеть то, что я хочу успеть. Я извиняюсь. Если нет, то я оставлю этот вопрос записан на следующий раз. Так вот, есть работы, которые женщина должна, жена должна делать в любом случае, даже если у неё, она мультимиллиардерша, переведём на современный язык, и привела в дом энное количество служанок, всё равно есть работы, которые она должна делать. Почему? Говорит Гемора, потому что если она выйдет сидеть дома и не делать ничего вообще, то шиему от безделия, скука от безделия приведёт её к оверот. В том числе к прелюбодеянию. Просто от безделия человек, когда находится в таком состоянии, он находит, чем заняться. Это очень хорошо видно. По взрослым это видно хуже, поскольку, во-первых, в основном у нас нету ста служанок в доме, поэтому в основном женщине есть чем заняться дома, и мы уже тоже. А во-вторых, взрослые немножечко взрослее и чуть-чуть умнее, чем дети, поэтому они находят, чем заняться, как правило. Сам себя занять находят чем? Но когда мы смотрим на детей, которые от скуки не знают, чем заняться, и начинают ныть и занудствовать и так далее, в лучшем случае это кончается разбитым стеклом, потому что они решили, что раз родители им не помогают, чем заняться, то они сейчас поиграют в футбол. У нас дома постепенно большая часть стёкол сменена на пластик, потому что мне надоело менять на стёкла, я понял, что на пластик дешевле. Пластик они, как правило, не разбивают. Но это в лучшем случае. То есть это может закончиться значительно худшими вариантами. Шеймун безделие – это страшная вещь. Понятно, что то, что я сейчас говорю, это ни одна тысячная и даже ни одна миллиардная того, что случилось с Адамом Решоном. Но если бы Адам Решон остался в Ганедоне и жил на всём готовом с той Ецергорой, которая вошла в него после того, как он ел от дерева познания добра и зла, и то же самое относительно Хавы, то никакой силы устоять против Ецергоры не было бы. Поэтому Мишнов в трактате «Перкиавод» говорит, что когда человек занят Торой и Дерри Хэритс, работая Торой, то одна из вещей, которая это приносит, далеко не единственная вещь. Это то, что он настолько уставший, что когда он приходит домой на четвереньках, уставший после работы, после изучения Тора и так далее, и так далее, у него просто нету сил сделать Аверу. Он был, в общем, и с удовольствием, но силы нету, лень. И это то, что спасает Аверот. Понятно, что я говорю, я ещё раз говорю, меньше, чем про миллиардную смысл того, почему Адам должен был убрать из Ганедона. Но это вещь, которую мы легко можем понять. Теперь давайте углубимся в это и увидим более серьёзный уровень. Адам Аришон в Ганедоне – это человек, который находится на уровне приближения Творца, таком, который мы не можем даже в сказке увидеть. Это приближение, соединение ко Всевышнему связано с тем, что у него амплитуда, насколько он может улучшить мир, и насколько он может своей авейрой, митцовой улучшить, и авейрой ухудшить мир. Это такого уровня. Мы это можем видеть только потому, что произошло, когда он ел от дерева познания добра и зла. Если бы эта амплитуда у Адама и Хавы остались после того, как Ецаргора стала частью их, и завоевала их, и вошла внутрь человека, то любая шемец авейры, искра от авейры, которая может промелькнуть, прослужана гемороксубас, китубот. Я вроде как сказал, но может нет. Так вот, любая авейра, которая может быть произведена в тот момент, когда мы находимся на очень высоком уровне, она испортит мир на значительно большем уровне, чем мы это можем сделать сегодня. Поэтому, когда Адам ел от дерева познания, для пользы Адама ему нужно было покинуть Ганедан и оказаться в состоянии, когда он не может испортить столько, сколько было раньше. Это накудот, который мы можем легко понять. Теперь, человек, который бессмертен, у него нет границ, и он может портить и так далее много-много вещей. Человек, который знает, что он умрет, причем, в общем, не важно, когда он умрет, через год, он не знает ведь точно, когда, или через 900 лет, как Адам, человек, понимая, что когда-то все это кончится, он вспоминает день смерти, о дне смерти, и у него есть некие шансы, лакзор быть шуа, сделать шуа, вернуться ко Всевышнему, и он ограничен в количестве оверот, которые делает. Я привел несколько вещей, которые показывают, что для Адама оказаться в тех условиях, которые он оказался после Аверы, это плюс, а не минус. То есть, на первый взгляд, все вещи, которые кажутся для нас минусом, наказанием, жестокостью и так далее, на самом деле, это и есть то, что Адам яца за Кайбадин. Это и есть то, что Адам вышел удостоившимся оправданным суде. То же самое с Хавой. Воспитание детей, которое теперь дается достаточно тяжело, беременности, роды и так далее, это вещи, которые привели к некому ограничению внутри женщины, которое ведет к тому, что вестер по ним, сокрытие лица Всевышнего, которое есть в этом мире, они приводят к тому, что женщина может употребить себя на службу Всевышнему, значительно лучше, чем раньше. По причине некоторых вещей, связанных со скромностью, я не могу это более подробно сейчас рассказать. Но мы видим, что Адам и Хава, оба человека, которых судил Всевышний, они действительно были оправданы в суде. Теперь я перехожу к объяснению, что это значит. Быть оправданным в суде – это значит, что в Рожжа Шана, первый Рожжа Шана, который был в истории мира, они оказались в результате суда в ситуации, которая им наиболее благоприятна, после того, как они изменили сами себя и весь мир. Теперь, после того, как мир изменен, для них наиболее благоприятное состояние – это то, в которое их поместил Творец после Авейры, то есть выгнать из Ганедана и так далее, и так далее, всё, что мы обсуждали. Таким образом, сейчас я ответил уже на тот вопрос, который был задан изначально. Вопрос о том, почему мы уверены, что мы получим оправдание в суде так, как получил Адам Аришон. Понимая, что значит Адам Аришон, который был оправдан в суде, а именно, был поставлен наиболее благоприятные условия для службы Творца, мы сегодня надеваем праздничные одежды, радуемся, веселимся в Рожжа Шана, потому что мы уверены, что так же, как Адам Аришон получил наиболее благоприятные условия для службы Творцу, если вы поняли, на что я намекаю, это намекая на очень неприятную вещь. А именно, эти наиболее благоприятные условия для службы Творцу, это совсем не обязательно богатство, здоровье, жизнь. Может быть, для кого-то наиболее благоприятные условия окажется умереть в этом году, для кого-то обеднеть, для кого-то заболеть и так далее. Это не то, что мы хотим с вами получить. Мы не уверены в том, что Всевышний подпишет нас и записывает нас в самое удачное с нашей точки зрения ситуацию в этом году. Нет. Мы уверены, что со точки зрения Всевышнего он установит нас в те условия, которые для нас самые удобные и самые правильные для службы Творцу. Нам они могут ой как не понравиться. Рожжащоны – это день, когда нас судят бы медать годин. И мера суда без всякого присутствия меры милосердия устанавливает, что нам нужно. И это совсем не то, что нам хотелось бы. Отнюдь. Почти никогда это не то, что нам хочется. Но это то, что для нас наиболее благоприятное. Какие параметры, критерии, которые пользуются Всевышний для того, чтобы решить, какого человека куда послать? Где кто должен находиться? Это мы тоже учим из Адама Решона. Адама Решон, который ел от дерева познания добра и зла, он создал ту ситуацию, которая теперь для него наиболее благоприятна на будущий год. Весь год, который еврей прожил в этом мире, устанавливает его митцвод, его авирот, его заповеди, его преступления, его добрые дела, его злые дела, его лошенгора и так далее. Это то, что устанавливает то, что Всевышний ему пропишет на будущий год. Какой рецепт он получит, в какую книгу он будет записан. Это устанавливает весь год, за исключением одного дня. Вот этот день, на который мы все надеемся, его не устанавливает. Рожешона, день суда, это не устанавливает. Критерии мы образуем в течение от прошлого Рожешона до этого Рожешона. В Рожешоне ничего изменить нельзя. Рожешон – это медад один. Здесь нет шу, нет раскаяния, нет ничего. Это строгий суд. Поэтому Всевышний дал нам такой подарок. Ирахазаль, наши мудрецы, раскрыли нам эту вещь. Ходыш и лул, который сейчас у нас идет, месяц и лул, который начинается несколько дней назад и кончается к Рожешоне. Этот месяц, который нам дана, еще одна попытка. А внутри этой попытки последняя неделя еще попытка. И последний день еще попытка. Каждый из этих дней мы получаем дополнительную святу дешмаю, дополнительную помощь от Творца. Для того, чтобы изменить себя, изменить свои поступки, вернуться к Чуве, раскаяться. И тогда на основании этого нашего раскаяния, этого месяца, этой недели, этого дня, этого часа, Всевышний, я не знаю, безусловно, будет учитывать весь год, но уже на другом уровне. Всевышний даст нам те условия, которые нам могут понравиться значительно больше. Но эти условия всегда окажутся теми, которые на том уровне, на котором я нахожусь к этому Рожешоне, на том уровне, к которому я пришел в этот Рожешона, для этого уровня будет решаться, что для меня наиболее благоприятно, а что нет. Но только Бомидат один. После этого нам будет еще одна попытка, и он Кипр, мы поговорим об этом позднее. Но это суть Рожешона. И это то, что сказал Нехаме, что мы одеваем праздничные одежды, мы радуемся, веселимся, едим, и уверены в том, что мы закоим бы Дин. Как это случилось с Адамом Решоном? Как это случилось с Адамом Решоном, это не просто пример. Схуд, который у нас будет в Дине, в суде, это тот схуд, те заслуги, которые были у Адама Решона в суде. Это те заслуги точно так же, как Адам, его схуд было, то, что на русском языке называется наказание. Так у нас это может быть то же самое, но при этом мы радуемся, потому что мы знаем, что Всевышний-то посчитал правильно, для нас это самое лучшее, что для нас может быть. Например, мы сможем меньше напортачить в будущий год. И так далее. Но если мы хотим, чтобы наши условия были лучше, то нам есть чем заняться сегодня. Грех, который люди делают, не останавливается в Решешона. Грех, который люди делают, устанавливается в тот момент, когда люди делают эту Аверу это преступление. Рожешона это день, когда Всевышний устанавливает им их судьбу, записывает их, что с ними будет происходить, в зависимости от тех Аверот, которые они сделали в течение года. Но я еще раз говорю, тшува, которая сделана до Рожешона, не в Рожешону. В Рожешону фактически поздно. Может быть, после этого есть еще попытка, но Рожешона не для этого. Рожешона это Йомгадин, который мы заслужили строго. Это то, что я хотел от этой части урока. Теперь у меня осталось еще небольшое время, которое я хочу соединить с миссией отрубления в шафар, то есть сделать то, что я не успел сделать на прошлом уроке. А именно, когда трубят у Рожешона в шафар, то читается такой пасук из Дгилем, из псалмов. Благословлен народ, которые знают, что такое отрубление в шафар. Знают трубить в шафар, дословно. Умеют трубить в шафар, наверное, надо перевести. Пасук, который абсолютно непонятен. Потому что в шафар умеют трубить не только евреи. Неевреи прекрасно могут научиться трубить в шафар. Любой трубач какого-нибудь пионерского лагеря может протрубить в шафар не хуже, чем Бальд Киев в синагоге. Не это проблема. Научиться трубить в шафар – это очень несложно. Я пробовал. Я уже разучился, поскольку много лет мне это было не нужно делать. Но думаю, что если это очень понадобится, сейчас за два любой человек может научиться трубить в шафар. Если шафар хороший особенно. У меня заняло в своё время значительно больше времени, но можно научиться. Не это проблема. Что означает Ашриам и Деятро? Что означает народ, который знает трубление в шафар? Попытаемся обсудить это на основании того, о чём я говорил в прошлый раз. Трубление в шафар – это выдох, который делает человек, который исходит из той божественной души, которая вдута в него творцом. И это хелек и локам и мааль мамаш. Это часть Всевышнего, которая есть внутри человека, которая не может быть испачкана, осквернена ничем, никакими нашими оверотами. Вот это вот то, что мы, та служба, та работа, которую мы делаем в Рожешене. Теперь давайте попытаемся понять такую вещь. На основании всего, что я только что рассказывал о том, что такое Дин Рожешены, что это Дин, в котором нет закон, в котором нет суд, в котором нет никакого милосердия, суд, который даст мне строго то, что я заслуживаю. В какой момент возникает этот суд Рожешены? В какой момент? Мы говорим, что это только одно мгновение. В какое мгновение судят человека? В то мгновение, когда он трубит в шафар. В то мгновение, которое не он, а в синагоге трубят в шафар. В то мгновение, которое зафиксировано между двумя длинными звуками, один короткий, тире, точка, тире. Вот это то, которое длится одно мгновение, это и есть то мгновение, когда Всевышний судит народ Израиля. Теперь давайте подумаем, что происходит. Мидраж говорит о том, что Сотан приберегает все свои обвинения по отношению к народу Израиля на Рожешен. В Рожешен он приходит для того, чтобы привести эти объявления, эти свои обвинения, и слышит голос шафара, и это путает его обвинения. Почему они путают его обвинения? А Мисраэль знает, как знает Сотан, что в момент, когда мы трубим в шафар, в этот момент Всевышний нас судит. И что мы делаем? Мы сами зовем на себя этот суд. Мы сами трубим для того, чтобы нас судили. Мы принимаем этот суд Всевышнего. Это Мивальбель Сотана, это его путает. Он боится в этот момент. Народ, который сам на себя просит обвинения, это мешает Сотану. Давайте подумаем, почему. Я назвал один аспект Рожешена. На самом деле в Рожешене есть несколько аспектов. Еще один, я думаю, мы успеваем обсудить. Первый аспект Рожешены – это Йом-1. Но в Рожешене, который создан человек во время создания мира, был еще один важный аспект. А именно, в этот момент, на самом деле мы это знаем из молитвы Рожешена. Молитва Рожешена отличается тем, что мы постепенно все время говорим «Меллах, Меллах, Меллах, Царь». Молитва Рожешена – это провозглашение Всевышнего как Царя. Как это связано с первым днем Рожешена, который есть в истории мира? В Рожешене были созданы Адам и Хава. В этот момент Всевышний проявился в мире как Царь. До того, как были люди, Царем нельзя было проявиться как Царь. Почему? Потому что «Меллах» была, не может быть Царя без народов. В тот момент, когда есть народ, в этот момент есть над кем царствовать. Народ должен провозгласить Всевышнего Царем. Появились Адам и Хава, появился Царь как Царь. До этого был Всевышний один, не было ничего разумного. И царствовать можно было над львами, орлами, попугаями и так далее. Это немножко не то, о чем идет речь. В тот момент, когда появилось человечество, в этот момент Всевышний проявился в мире как Царь. Понятно, что до этого он был Царем, но проявления как Царя отсутствовало. И вот «Меллах» – Малхус Всевышнего. Что такое «Меллах»? Что такое понятие Царя? Я хочу только напомнить вам, что когда Белам хотел проклясть народ Израиля, то проклиная народ Израиля, Белам хотел сказать слово «калэм». Тосфа задает вопрос, что есть одно мгновение, когда в мире властвует атрибут Суда Всевышнего. В это мгновение Белам хочет проклясть им Израиль. Что можно сказать за это мгновение, спрашивает Тосфа. Два тируса, два объяснения. Либо достаточно только начать проклятие, дальше можно проклянуть после этого момента. Либо второй тирус, он хотел сказать слово «калэм». «Калэм» на иврите от слова «коль» – заверши их, закончи их, сделай так, чтобы их не было. Чтобы они калу кончились. И Всевышний слово «колэм» сделал так, что было прочитано не справа налево, как в иврите положено, а слева направо, и получило слово «мелах». «Мелах» – это царь. Что означает слово «царь»? «Царь» от слова «лэх» – «лалэхет». «Мелах» – это тот, который, молих, ведет весь мир, управляет весь миром, ведет меня. Что означает принять на себя, оль Малхут Шамаям, принять на себя Всевышнего в качестве царя? Это означает, что я провозглашаю, что Всевышний является царем, то есть нет ни одного моего действия, которое я делаю не по приказу Творца. Это настоящее принятие на себя Малхута. Когда Амисраэль трубит Шафару Рожашону, то этим трублением он говорит Всевышний, начни меня судить, суди меня. Я принимаю твой псаг, зная, что этот псаг не всегда то, о чем я мечтаю. Но я знаю, что ты положишь меня, посадишь меня, поставишь меня, не знаю, как сказать по-русски, поместишь меня в те условия, которые для меня наиболее оптимальны для службы Всевышнего. Это и есть Малхут. Это и есть принять Всевышнего как Мелаха. Поэтому трублением в Шафар, когда мы принимаем Творца как царя, в этот момент мы переворачиваем слово Келам Белама на слово Мелах Белама и провозглашаем Всевышнего царем. И это Меарбеф Сотана, потому что народ, который сам себя просит сюда, он не знает, как себя вести в этой ситуации. И это фраза из Дгилем, которую мы считаем. Благословный народ, который не трубит в Шафар, а знает, что делает трубление в Шафар. Это еще один аспект трубления в Шафар, который я хотел сказать. И последний вопрос, который мне был задан, у меня остается две минуты, я успеваю на него ответить. Я не полностью помню историю, но случай с рабе Акива был связан с другим рэбби, я сразу отвечаю, рэбби Лезером, который разговор вместе с ними, и рэбби сказал рабе Акивы, что у него будет возможность доказать любовь ко Всевышнему. Я не могу сейчас подробно, у меня таки нет времени на эту тему говорить, но рабе Лезер был, поссорился с рабонем, назовем это так, и был вынужден жить отдельно, на него был объявлен херем. И когда рабе Акива с мудрецами пришли перед самой смертью рабе Лезера, чтобы освободить его от этого херема и вернуть его как бы в Бэтмидрэш, это уже не удалось, рабе Лезер умирал. И рабе Лезер сказал, что то, что вы сделали, этот херем, этот запрет на учение Торы от меня, вы потеряли значительно больше, чем я, вы не смогли выучить Тору. Две мои руки, как два свитка Торы, я полностью заполнен Торой, а вы отдалились от меня и не учили Тору. И из-за этого вы получите наказание. Спросил рабе Акива, и я тоже. Рабе Лезер ответил, ты больше остальных. Ты умрешь бы мета Мишуна. Хотел ли этого рабе Акива? Безусловно, рабе Акива был совершенно нормальным человеком, он не хотел умереть в мучительной смерти. Но рабе Акива понимал, что если эта смерть приведет к тому, что он получит за это настоящую награду, Валам Абба, то это того стоит. Это то, что принял рабе Акива. Поэтому, когда во время казни рабе Акива ученики его спросили, рабе Акива это время принимал на себя Оль Малхуд Шамай, провозглашал Всевышнего как царем и читал Шамай Исроя. И ученики его спросили, Рэби Аткан, насколько можно терпеть, как ты это можешь? Он ответил, всю жизнь я мечтал осветить имя Всевышнего. Сейчас, когда Всевышний дает мне эту возможность, я не сделаю этого. Вероятнее всего, вы имеете в виду этот мидраж, он тоже описан в Геморе Минухас. Окей, я думаю, что мне надо закончить на сегодняшний день. В следующий раз мы продолжим, я еще не знаю, на какую тему. Возможно, мы обсудим еще один аспект Рожошона, а возможно, я посчитаю, какое количество уроков на перед каждым праздником, мы обсудим тему Чува Йон Кипура, поскольку это надо тоже обсудить. Потом супи. Окей, всего доброго, до новых встреч в эфире. До свидания.